Продолжение следует... Так, ну еще раз, здравствуйте, меня зовут Светлана, я консультант по образованию в Викнасе в России, мы официальный представитель голландского высшего образования в России, некоммерческая организация с хедофисом в ГАГе, и вот с радостью рассказываем всем о возможностях образования в Голландии, о стипендиях, о жизни студенческой в Голландии и о жизни после окончания учебы, что, в принципе, рада всегда ответить на все вопросы. Так, сейчас пролистаем пока. Вот. Ну я смотрю, люди уже некоторые были, да, в Голландии на дне открытых дверей. С чем у вас ассоциируются Нидерланды у тех, кто сейчас в зале? Тюрпан и Хайнекен, что еще? А еще что? Сыр и селедка, замечательно, да, ну в принципе, да, основные как раз продукты, да, хорошо, основные продукты, как раз действительно Голландия еще и с велосипедами ассоциируется в большинство людей, но помимо этого Голландия, помимо всех своих культурных и продуктовых особенностей, еще и достаточно успешная страна в экономическом плане. Она занимает второе место по экспорту продовольствия после США, несмотря на свои маленькие размеры по сравнению с Америкой. Кроме того, из-за своих инноваций Голландия занимает третье место в глобальном индексе инноваций, и множество предметов, которыми мы пользуемся каждый день, ну или хотя бы о существовании которых мы в курсе, они тоже были изобретены в Голландии. Например, микроскоп, ртутный термометр, даже прибор для офтальмологического проверки зрения тоже был изобретен в Голландии, ну и в принципе и множество языков программирования, например, Python, который сейчас всем известен, тоже был изобретен в Голландии. Так что в принципе Голландия очень богата различными изобретениями, и помимо этого еще множество компаний, которые мы знаем, например, Booking.com, на котором мы бронируем отели, различные марки одежды, также Unilever компания, которая производит множество продуктов питания, в том числе Lipton, это один из их брендов, Philips, технологическая компания из Виндховена, также это все Голландия, ну и Shell, я думаю, многие знают, голландско-британская компания. Зачем же стоит ехать в Голландию и получать образование? Во-первых, в Голландии, несмотря на то, что язык национальный голландский, они предлагают множество программ на английском языке, и в Голландии более 2100 программ на английском. Для образования на английском языке голландский язык знать не нужно, то есть студенты у нас спокойно едут, получают образование на английском, не зная вообще ни слова по-голландски, Ну, уже кто хочет, пока учится, изучает хоть как-то голландский. Университеты также предлагают множество курсов для изучения языка, ну, для тех, опять же, кто в этом заинтересован. Помимо этого, в Голландии есть стипендии для россиян, что тоже немаловажно. И, в принципе, даже если университет, например, или на конкретной программе не предоставляет стипендию, то есть различные другие варианты, потому что доступная стоимость образования. То, что, в принципе, если мы сравниваем Голландию с другими странами, с Великобританией, США, с Канадой, с другими англоязычными странами, то стоимость в разы ниже. В принципе, это достаточно видно. Также в Голландии замечательные карьерные возможности. Студенты чаще всего остаются в Голландии работать после того, как оканчивают бакалаврят и магистратуру или PhD в Голландии. И студенты также могут работать во время учебы. Об этом немножко позднее поговорю. Ну и самое замечательное – это расположение Голландии. Очень удачное. Ходят поезда, летают самолеты, автобусы, опять же, дешевые, путешествуют по Европе. Поэтому, если вы после учебы на выходных хотите куда-то отправиться, то это вообще не проблема. Буквально через два часа вы можете оказаться в любой столице Европы. И также по Голландии тоже интересно попутешествовать, потому что страна разнообразная, несмотря на то, что плоская. Но посмотреть, там действительно есть множество различных красивых городов и, опять же, различные технологии. В Голландии даже есть такая уникальная, мне кажется, уникальная такая вещь, когда дорога, над ней протекает река и ходят корабли. То есть такое тоже есть. Голландцы здесь тоже добились определенных высот. Вот. Хочется отметить особенности учебного процесса, потому что немножко, когда мы сравниваем нашу систему образования, то достаточно большая разница, как студенты учатся там и как студенты учатся у нас. Во-первых, в Голландии лидирует практическая направленность во всем. То есть если даже это гуманитарное какое-то образование, даже если это исследовательский университет, то все равно студенты постоянно применяют свои теоретические знания на практике, постоянно отвечая на вопросы, решая кейсы, используют свой опыт. Используют свои знания. Поэтому, в принципе, любая сфера, любая специализация, она будет хоть как-то, но связана с практикой, даже несмотря на то, что это будет, например, исследовательское образование. Помимо этого, в Голландии очень ценятся индивидуальные особенности людей и критический подход ко всему. То есть если студент сидит где-то на последней партии и приходит сдавать экзамен в России, такое возможно в Голландии нет. Потому что каждый предмет, каждый урок студент будет обязательно активно участвовать в обсуждениях, активно решать кейсы, активно задавать вопросы. И преподаватели всегда это отмечают, потому что это важно, ставят галочки, плюсики, ставят баллы, насколько студент был активен, и потом это уже сказывается на итоговой оценке. Так что, в принципе, молчать, не задавать вопросы – это не про Голландию, потому что всегда очень ценится, чтобы студент был во всем активен и всегда участвовал в обсуждении. И в целом, помимо того, что студент сам по себе должен быть активен и индивидуально свое проявлять, он должен также быть хорошим тимплеером, то есть обязательно он должен работать в группе. В Голландии чаще всего студенты обучаются в маленьких группах, и бывают различные проекты, по два, по три человека, например, пишут какую-то одну работу, придумывают какой-то новый продукт, решают кейсы. Так что, в принципе, здесь вы учитесь как самостоятельно работать, так и в команде, что потом, естественно, пригодится вам уже в дальнейшем в вашей работе. Также хочется отметить различные учебные заведения в Нидерландах, из-за того, что у нас, в принципе, в России чаще всего, если мы слышим технический вуз, например, или там прикладной, всегда кажется, что это связано именно с тем, что студенты при России программируют постоянно, либо изобретают что-то, вот прям руками работают, а в остальном все университеты у нас, они больше такие фундаментальные, исследовательские. В Голландии немножко не так, потому что есть различные типы учебных заведений, есть исследовательские вузы, есть прикладные, и в прикладных вузах также можно изучать гуманитарные направления, медицину, финансы, то есть все, что угодно, это не связано напрямую, например, с техникой непосредственно. В Голландии, да, большинство университетов – это прикладные университеты, университеты прикладных наук, также есть 18 исследовательских университетов и 4 университета международного образования, которые входят в состав исследовательских, то есть они предлагают программы для международных студентов, но чаще это магистратура и PHD, и программы непосредственно связанные с различными технологиями, например, с водной инженерией, то есть это действительно хорошие программы для международных студентов, где они смогут раскрыть свой потенциал. Теперь поподробнее про каждый из этих типов учебных заведений. Давайте начнем с научно-исследовательских университетов, в принципе, они достаточно популярны среди российских граждан, потому что мы привыкли, что образование должно быть фундаментальным, и поэтому большинство студентов, ну, в принципе, не большинство, а просто многие студенты едут именно в этот тип университетов. Здесь бакалавриат длится 3 года, магистратура 1-2, в зависимости от насыщенности программы, что она подразумевает, сколько учебных часов, и также в этих университетах можно получить степень PHD, то есть в Каланде нет аспирантуры, докторантуры, там есть PHD, то есть система у нас делится, бакалавриат, магистратура и потом уже PHD. PHD — это 4 года, и студенты у нас не учатся там, а работают непосредственно, являются научными сотрудниками, что тоже очень здорово, и получают зарплату, и университет всячески им помогает, обеспечивает жильем, то есть, в принципе, если вас интересует уже фундаментальное образование, вы хотите, например, заниматься исследованиями, и после магистратуры можете получить PHD и остаться уже в Голландии со своими изобретениями, со своими исследованиями. Также в этих университетах делается развитие и, в принципе, упор на аналитические способности, на исследовательские навыки студента, то есть, в принципе, опять же, множество предметов можно изучать в этих вузах, от бизнеса до технических специальностей, и везде студент будет критически анализировать всю информацию, которую он получает, и потом уже писать множество работ, и, в принципе, очень многое идет на самостоятельную работу, то есть всегда студент не полностью обучается слушать лекции в университете, потом дома ничего не делает, нет. Здесь действительно большой упор на то, чем студент занимается дома во внеурочное время, и часто студенты дома должны сначала перед уроком подготовить, прочитать информацию, прочитать книгу, прочитать там несколько статей, а потом уже на уроке это обсуждать, то есть немножко наоборот, не так, как у нас. И здесь, опять же, присутствует междисциплинарный подход в обучении, то есть если, например, вам интересна биология, но также вы, например, любите программировать, то такие программы в Голландии есть. Если вас интересует, например, гуманитарная специальность, но вы также интересуетесь финансами, такие программы тоже есть. То есть вы можете совмещать несколько специальностей в одной, и это как раз вот междисциплинарный подход в обучении, потому что здесь происходит столкновение дисциплин, и на их стыке образуется какая-то новая дисциплина, и в Голландии их очень большое количество, поэтому если вас интересует несколько различных дисциплин, то вы можете найти что-то для себя. В университетах прикладных наук образование в бакалавриате длится 4 года, потому что обязательно здесь практика. То есть прикладные науки – это значит, что студент постоянно применяет свои знания на практике, если это бизнес, он обязательно какие-то продукты выпускает, решает бизнес-кейсы. Опять же, студенты могут с различных факультетов вместе придумать какой-то проект, что действительно здорово бывает. Например, студенты из факультета маркетинга и бизнеса могут сотрудничать с факультетом по инженерии, и они вместе придумают какой-то классный проект. Здесь обязательно на четвертом курсе студенты проходят практику, то есть у университета есть контракты с различными компаниями, студенты туда идут, и зачастую остается потом там работать, потому что они понравились работодателю, работодатель понравился им, их все устраивает, отличные проекты, и они потом остаются там работать. Так что, в принципе, хорошие перспективы для дальнейшего уже карьерного роста в Голландии. Магистратура здесь длится 1-2 года, опять же, в зависимости от того, сколько будет у вас учебных часов, чем вы будете конкретно заниматься на программе. И здесь уже не на исследование упор делается, а на развитие ваших уже способностей. То есть вы, когда выходите из университета, выпускаетесь, вы уже конкретный специалист по узкой специальности, вы знаете, чем конкретно нужно заниматься, потому что университет, по сути, вам рассказывает поэтапно, что нужно делать. То есть если это, например, бизнес-образование, то вы конкретно будете знать, что нужно сделать, чтобы взять и с нуля начать свой бизнес. Что очень здорово, если вас интересуют такие направления. Про междисциплинарный подход уже сказала пару слов. Вот здесь, как раз, вы можете, не знаю, насколько хорошо видно, посмотреть, как различные дисциплины сочетаются вместе, из-за чего вообще это происходит. Почему, например, очень много дисциплин с техникой связано. Потому что, ну, естественно, сейчас, даже если вы гуманитарий до мозга костей, вы в любом случае пользуетесь телефоном каждый день, сидите в соцсетях, может быть, даже знаете какое-то из языков программирования. В любом случае техника нас везде окружает, поэтому просто так ее куда-то отодвинуть нельзя. И голландцы, естественно, это видят и понимают, что без техники мы жить никак не можем. И, опять же, мы живем не в каком-то таком однобоком мире, где мы только с одной стороны смотрим на проблемы, но мы их обязаны решать с разных углов, видеть их в большой перспективе. И как раз вот эти программы помогают нам это сделать, потому что студент уже выпускается не по какой-то узкой специальности, а именно прогрессирует, скажем так. Он именно изучает различные дисциплины с разных сторон, что очень здорово расширяет ваш кругозор. И вот здесь вы можете посмотреть как раз на экране у нас различные названия дисциплин, как раз на стыке нескольких специализаций. Например, это биоинформатика с биологией, это может быть компьютерные науки с юриспруденцией, с политологией. То есть, в принципе, если вас интересует несколько направлений, вы их можете сочетать. И как раз у таких программ действительно огромное количество в Голландии, во всех голландских вузах. Нас часто спрашивают, насколько котируется голландское образование, потому что, опять же, вузы Великобритании, например, вузы США, они на слуху. Про Голландию многие знают, про Амстердам, но не знают, что есть еще замечательные университеты в других городах. Вот можете посмотреть на экране, здесь два рейтинга, QS и Times, это самые такие ходовые международные рейтинги, и позиции голландских вузов. Стандартно каждый год примерно 12-13 голландских университетов исследовательских входят в топ-200 мировых рейтингов. То есть, опять же, в этих рейтингах уже есть и вузы Великобритании, США, Канады и всей Европы, и здесь голландцы соревнуются и, бывает, занимают даже первые места. Как поступить в голландский вуз? Сейчас вам расскажем про это как раз поподробнее. Для начала необходимо выбрать программу и университет. То есть, для себя вы сразу должны понять, где вы хотите учиться, по какому направлению. То есть, либо вы идете по направлению исследовательскому в университеты исследовательские, либо по направлению прикладных наук. То есть, здесь уже нужно четко для себя разграничить, что конкретно вы хотите в дальнейшем делать. Особенно, если вы, например, поступаете в бакалавриат, то ближайшие 3-4 года вам уже нужно точно понимать, чем вы конкретно будете заниматься в вузе, чтобы не потратить эти года впустую и понять внезапно на середине пути, что, может быть, все-таки нужно было пойти в другой тип университета. То есть, здесь точно нужно уже определиться с типом и с программой. Далее, обязательно для студентов знания английского языка, если у вас программа IB, то вам не нужно сдавать английский, если у вас уже на английском языке было образование. То есть, в целом, голландцы принимают сертификаты IELTS TOEFL, и если образование на английском, то отлично, вы просто предоставляете свои документы в вуз. Далее, если вас интересует наличие стипендий, обязательно нужно посмотреть на сайте университета либо в различных поисковиках, про которые расскажу, как вообще финансируется программа. Потому что голландские вузы выделяют большое количество стипендий на всех международных студентов. Кроме того, есть стипендии специально для российских граждан, есть стипендии, которые финансируются Министерством образования Голландии. Так что, в принципе, достаточно много различных программ финансируются стипендиями. Можно либо полностью, либо частично покрыть стоимость обучения, бывает даже проживание. Поэтому, если вам небезразлично наличие стипендий, обязательно убедитесь в том, что они есть на конкретно вашей программе. Далее вы заполняете онлайн-заявку на сайте университета. Обычно университет через какие-то программы это все делает. Например, есть StudiLink, есть Asiris, различные системы, через которые происходит как раз подача заявок. Вы загружаете туда свои документы. Обязательно это сканы, то есть это PDF-формат. Не обязательно куда-то там что-то отправлять. Университет чаще всего все принимает в электронном виде. И вы ждете зачисления. То есть, в принципе, каких-то дополнительных экзаменов, чтобы куда-то студент приезжал. Такое очень редко случается. Если только, например, программы, связанные с математикой, с какими-то фундаментальными науками, могут попросить вас сдать тест по математике. Также, бывает, голландцы просят сдать вступительные тесты, опять же, по математике на программы бизнеса, либо просто предоставить результаты GMAT. Такое тоже бывает. Как найти программу? То есть, самый первый шаг – определение с программой и университетом. Мы все сделали уже за вас. Не надо гуглить, не надо искать, заходить на каждый сайт вуза. У нас есть каталог программ StudyFinder. Это очень удобный поисковик. Вы можете по ключевым словам, либо по направлению обучения, для себя отсортировать программы, отсортировать, например, тип университета, прикладной или исследовательский, бакалавриат магистратуры, или короткие курсы, возможно, интересные, или также летние курсы языковые школы. В Голландии есть на английском языке. Здесь вы можете уже все отфильтровать, и по запросу, также по ключевым словам, вы можете найти программу по своему интересу. Это очень здорово, потому что их можно сравнивать между собой. Там указана будет и цена, и длительность обучения, и сроки подачи документов, требования к поступающим, и также ссылка на сайт программы, чтобы вы уже прошли непосредственно из этого поисковика и посмотрели, как все это устроено. Вот. И можно ставить также звездочки, сравнивать их между собой, все направления программы. По срокам поступления чаще всего начинается подача документов в октябре на программы, которые статутся с сентября последующего года, и заканчиваются сроки где-то вот с декабря по май. То есть самые ранние сроки обычно бывают либо в декабре, либо в январе на программу обычно ограниченного набора. И в дальнейшем уже, если программа подразумевает достаточно большую инклюзивность, то есть все студенты, которые подходят под все требования, предоставили документы вовремя, они уже могут быть зачислены на программы. И обычно вот эти дедлайны последние как раз апрель-май и бывают даже в июне. По стоимости бакалавриат стоит от 6 тысяч евро в год. В целом от 6 до 9 вырагируется, но в некоторых университетах стоимость может быть выше, особенно если это частный вуз, который сам устанавливает уже стоимость своих программ. И программа магистратуры стоит от 10 и выше. Самые дорогие программы, это, естественно, MBA, которые могут там и 40 тысяч евро стоить. Но если это стандартная программа магистратуры, то есть у вас там нет опыта работы, вы просто после бакалавриата поступаете, где-то от 10 до примерно 15-16 тысяч варьируется вот этот люфт по стоимости программы. Что касается стипендий. В Голландии есть специальная стипендия Orange Chirips Coalship для граждан Российской Федерации. О ней сейчас поговорим. Также есть Horns Coalship, это стипендия, которая финансируется голландскими вузами и Министерством образования. Она составляет 5 тысяч евро. Множество программ в ней участвуют, как исследовательских, так и прикладных университетов. И вы можете, в принципе, если видите ваш вуз в списке, либо на сайте вуза вы увидели, что программа ваша покрывает стипендией, можете спокойно на нее подавать заявку. Заявка, в принципе, складывается из непосредственно заполнения онлайн-форума, предоставления вашего мотивационного письма, бывает резюме. Вот. И, в принципе, все. То есть особо ничего, там, танцев с бубнами никаких осуществлять не нужно. Дальше в университетах есть свои стипендии. То есть помимо вот этой, например, и Holland Scholarship, и Orange Shrip Scholarship, бывают Excellent Scholarships, которые могут покрывать и стоимость обучения, и проживание. Естественно, они очень конкурентные. Естественно, не так много мест, а студентов очень много в Голландии. Они со всех стран туда съезжаются. И, в принципе, если вы верите в себя, вы уверены в своих силах, если вы действительно знаете, зачем вы конкретно идете в университет, что вы хотите получить от вашего образования, то пишите мотивационные письма, смотрите требования к поступающим и подачи документов на конкретную стипендию. Участвуйте. Кто знает, возможно, вы войдете как раз в это число небольшое, кому предоставляется стипендия от университета. Также есть стипендии Rasmus Mundus, но это на магистратуру. В принципе, я здесь, думаю, большинство заинтересовано в бакуавриате, но в дальнейшем уже, если решите поступить в магистратуру голландскую, то это исследовательские программы между несколькими университетами, они обычно осуществляются, и вот стипендии выделяются как раз на исследования в совершенно различных областях. Вы можете посмотреть уже, участвуют ли конкретно ваши программы вот в этой стипендии, и она достаточно большое покрытие имеет. Также все стипендии можно найти в поисковике Grandfinder, то есть у нас есть Study Finder для поиска программ, и есть также Grandfinder для поиска стипендий, что тоже очень удобно. Вы отмечаете, с какой вы страны, какой у вас уровень образования интересует, бакуавриат либо магистратура, и он вам находит все стипендии на бакуавриат, магистратуру по вашему конкретному направлению, чтобы опять вы не лазили никуда, там не гуглили, не сидели, не тратили часы своего далекоценного времени. И, в принципе, с информацией стипендий можно также зазнакомиться у нас на сайте, достаточно обширная информация у нас там по различным видам стипендий, вот на srush.org. Теперь давайте поподробнее про стипендию, которая у нас конкретно для граждан России. Это Orange Chilip Scholarship, она у нас каждый год открывается с 1 ноября подача, в ней участвует каждый год различное количество университетов, потому что они ежегодно сами устанавливают, будут ли они участвовать в стипендии, не будут участвовать, какие факультеты, какие направления участвуют. То есть, в принципе, здесь деньги выделяются университетам, и он сам понимает, на какие программы он хочет выделить дополнительное финансирование, чтобы приезжали студенты вот именно из России. В целом, в этом году у нас участвует 17 вузов, предоставляется больше, более 66 стипендий. Вот, там у нас участвует и бакуавриат, и магистратура, бакуавриат, естественно, меньше, чаще всего университеты выделяют стипендии для магистров, потому что легче покрыть один-два года финансированием, нежели 4 года, например, бакуавриата. Вот, и в целом со списком вузов вы можете ознакомиться у нас на сайте, потому что там у нас все перечислено четко по дедлайнам, и у нас есть страничка вузов-участников, где вы можете зайти, проверить, участвует ли в этом вузе ваша программа, и посмотреть, что непосредственно нужно сделать, как подать документы. Как подать заявку? Вы заходите на наш сайт, проверяете, участвует ли ваш вуз, в который вы уже подали документы непосредственно для поступления на программу, участвует ли ваша программа в стипендии, и если участвует, замечательно, вы просто заполняете заявку, прикрепляете к ней в PDF документы. Самый главный документ — это подтверждение от вуза о том, что вы подали документы, то есть всегда первый шаг — это подача документов на программу, а потом уже подача документов на стипендию. То есть как только вы получаете ответ от ВУЗа, что они приняли ваши документы, вы можете уже участвовать в стипендии. Достаточно не ждать зачисления, а вот именно получить письмо о том, что мы рассматриваем ваши документы, спасибо. Вот. Помимо этого, вы пишете мотивационное письмо обязательно, потому что нужно показать, что именно вам университет должен дать стипендию. И, в принципе, если есть какие-то дополнительные документы, например, резюме, либо нужно составить там финансовый план, что вы конкретно будете делать, на что вы будете тратить деньги, то университет это прописывает, это все четко можно найти вот именно в разделе ВУЗ-участник, и вы подаете заявку и ждете ответа уже от университета о том, прощили вам стипендию или нет. Все достаточно просто. Немножко практической информации, отойдем немножко от обучения. В целом, по расходам в Голландии студент у нас тратит от 800 до 1100 евро в месяц, и эти расходы включают в себя все. То есть, опять же, в зависимости от того, где вы будете жить, в каком городе, сумма может варьироваться, потому что в Амстердаме, в Утрихте, в целом вот в самых таких центральных городах Голландии, которые у всех на слуху, туда едут больше студентов, и, естественно, рынок именно housing market там достаточно такой напряженный, потому что все студенты хотят уже для себя выцепить какую-то комнату подешевле, и поэтому цены взлетают. И в целом даже не только студенты, туда приезжают различные граждане из других стран работать, и, в принципе, да, достаточно большое количество студентов и рабочих, но город, опять же, ограничен, города в Голландии маленькие, если мы будем сравнивать, в принципе, все Голландии, наверное, меньше, чем Москва по размерам, поэтому обязательно проверите, сколько вообще стоит жилье, чтобы уже как-то распланировать свои расходы. В целом, в Амстердаме, например, где-то за 800-700 евро в месяц можно снять комнату, в то время как в других городах, которые ближе, например, к Германии либо Бельгии, цены, естественно, будут ниже, и там можно даже студию снять, например, за 500 евро, так что, в принципе, здесь уже разница большая от того, где вы живете. Но, опять же, сколько вы путешествуете, на чем вы передвигаетесь, кушаете ли вы в ресторанах, либо кушаете сами дома, готовите, то здесь уже может цена варьироваться, но в целом выше там 2000 евро в месяц студенты никогда не тратят. Визу оформляет университет, что тоже очень удобно, то есть мы, как обычно привыкли, если там делаем шенген, то приходим обязательно в визовый центр, кучу документов предоставляем. Здесь все происходит не так, все документы вами отправляются в университет, он их рассматривает, и потом уже сам занимается визой, предоставляет их в миграционную службу, и что вам только нужно сделать, это прийти в посольство и забрать уже вот эту вклейку в паспорте. По жилью, ну, в принципе, уже сказала, что цены достаточно высокие в центральных городах, а не пониже в городах, которые ближе к границе с другими государствами. В целом, жильем может помочь университет, если у него есть контракт с жилищными корпорациями, то он может вам еще весной, когда вас зачислят, предложить уже различные варианты проживания, что тоже очень удобно, потому что вы уже будете иметь контракт, по сути, с общежитиями, приедете просто в августе-сентябре туда уже жить. Если же у университета нет такой возможности, то он вам предоставит различные ссылки, где можно посмотреть жилье как раз вот для студентов, потому что вы не работаете, естественно, вы не можете позволить себе там снять студию, например, за 2000 евро в месяц. Так что если университет предлагает какие-то варианты, мы всегда советуем соглашаться сразу, пока другой студент у вас не украл эту возможность. Студенческая жизнь в Голландии очень насыщенная. Я думаю, вы сами понимаете, что туда со всего мира съезжаются люди, поэтому не может быть там скучно для студентов. Студенты объединяются обычно в различные группы, ассоциации по интересам, по спорту. Спорт в Голландии немаловажную роль играет, потому что голландцы, известно всем, катаются на велосипедах, вся жизнь происходит на велосипеде, они там и телевизоры, и дома передвигают на велосипедах, все переезды на велосипеде происходят. И чаще всего у голландца буквально там 2-3 велосипеда на каждую семью обычно бывают, то есть там пара велосипедов, чтобы по городу ездить, один велосипед, чтобы кататься где-то в лесу. То есть, в принципе, это нация велосипедов. Поэтому студенты, даже кто у нас не умеет кататься на велосипедах, я не умела кататься на велосипеде, когда приехала в Голландию, shame on me. Но в любом случае стоит научиться, даже если вы не умеете, достаточно быстро происходит, особенно когда вокруг вас все катаются на велосипедах, и вы, чтобы себя не чувствовать совершенно неприспособленным к жизни, в любом случае, да, быстро привыкайте. Помимо этого голландцы известны конькобежцы, любят очень плавать, играют в футбол. Я думаю, если здесь есть люди любители футбола, то знаете голландских футболистов. И в целом у каждого голландского университета либо есть свой спортивный центр, либо есть контракт с каким-то спортивным центром. И обычно студенты где-то за 70-100 евро в год абонемент стоит. Можете хоть целыми днями там заниматься, ну, после уроков, естественно. И различные секции есть, как индивидуальные, так и групповые. То есть в целом в Голландии помимо учебы, если вы особенно хотите там расслабиться во время сессии, то вот каждый день можете ходить, не знаю, там на йогу, участвовать в баскетбольных соревнованиях, футбольных, ходить там на различные танцы, то есть в принципе очень много всего. На бокс тоже можно ходить. Также студенты устраивают международные ужины. Бывают сами студенты, инициативу проявляют, бывает международное дело университета проявляет инициативу. То есть в целом студенты бывают, организовывают специальные такие вечера, когда каждый студент или там группа студентов из разных стран готовит блюда своей национальной кухни, студенты обмениваются культурными особенностями и находят себе друзей. Естественно, в Голландии происходит общение с ребятами со всего мира, то есть вряд ли, если вы приедете туда, у вас в группе будет там русские прям сплошные. Нет, скорее всего, у вас группа будет сугубо межнациональная, то есть там будут и голландцы, и люди из Азии, из Африки, из Америки, из Европы. То есть в принципе достаточно такой прям винегрет из разных стран. Что очень здорово, потому что у вас не будет, опять же, желания общаться постоянно на русском, то есть вы в любом случае будете все время общаться на английском языке, можете тренировать язык, если вы знаете еще какой-то язык, то есть опять же там и клубы по языковым, например, интересам тоже студенты создают. То есть в принципе скучно вам точно не будет. У нас есть Инстаграм русских студентов в Нидерландах. Если вам интересно, как они вообще там живут, то вот можете фолловить нас в Инстаграме. Студенты обычно раз в месяц они меняются, и в течение месяца они рассказывают о своей программе, о своей жизни в конкретном городе, на конкретной программе, где они учатся, где они работают, что они делают во внеурочное время. То есть в принципе вы можете целый месяц наблюдать за жизнью каждого студента. Если у вас есть какие-то вопросы, например, вам интересно, как учится студент, например, в этом ВУЗе, по такой программе, можете пролистать ленту, скорее всего, студент уже с этой программы. Что-то писал, и непосредственно перед началом своего вот этого takeover нашего Инстаграма студент оставляет свои контакты, и вы можете им уже непосредственно написать свои вопросы в личные сообщения в Инстаграме. Что касается работы. Студент может в Голландии по закону работать во время учебы 16 часов в неделю. В принципе, естественно, это вам не обеспечит полное покрытие вашего проживания, потому что, ну, где-то, может быть, 300 евро вы максимум можете получить за этот неполный рабочий день. И студенты чаще всего у нас работают в университетах, например, помогают в библиотеке, либо помогают приемной комиссии. Бывает также студенты участвуют в различных международных выставках. Часто вот к нам приезжают, когда на выставки университет из Нидерландов, они привозят с собой студентов, которые в данный момент там обучаются, чтобы студенты уже, например, с вами на русском языке могли делиться своими впечатлениями и информацией. И за это тоже студенты получают деньги, естественно. Помимо того, что оплачиваются перелеты проживания. Что очень здорово, и в Инстаграме студенты могут помогать университету, могут на сайте помогать что-то делать. Также есть множество групп ВКонтакте, например, по голландским университетам, которые ведут российские студенты. И, опять же, за это тоже университетам платят деньги. Также вы можете не работать 16 часов в неделю во время учебного года, но работать фулл-тайм во время каникул летних. То есть это у нас три летних месяца. Если вы находите работодателя, который оформляет для вас разрешение на работу, то, что это обязательно для того, чтобы работать в Голландии, потому что студенческая виза не подразумевает ваши работы, вы можете устроиться на полный рабочий день и уже в летний месяц зарабатывать, как прям настоящий европейец, настоящий голландец. Также после окончания учебы отлично есть возможность у студентов остаться в Голландии на год на поиск работы. Этот год распространяется не только после непосредственного выпуска. Вы можете воспользоваться этой возможностью в течение трех лет после выпуска. То есть, например, вы закончили в этом году, решили вернуться в Россию, поработать здесь, вернуться, например, к семье, и в течение трех лет вы еще можете подать заявку на эту визу. Это специальная виза, долгосрочная, по сути, такая же, как студенческая. Тоже она долгосрочная, подразумевает передвижение по шенгенской зоне. То есть никаких проблем с этим нет. Можете и в Россию обратно тоже ездить в гости к родителям. Но в любом случае она перед вами открывает все двери рынка труда Голландии. Вы можете на правах обычного европейца-голландца точно так же работать, искать работу, работать как, например, свой бизнес организовывать, стартапы, так и работать где-то по контракту. То есть, в принципе, все двери перед вами открыты. Ну, естественно, вы будете, опять же, платить налоги, как любой законопослушный гражданин. У нас также есть ассоциация выпускников голландских вузов, которой как раз занимается моя коллега, и сейчас вам уже поподробнее про это расскажет. Здравствуйте еще раз. Напомню, что меня зовут Елена. Я как раз занимаюсь координацией сетки выпускников для конкретно российских студентов, поскольку мы представляем высшее образование в Голландии, в России, и, соответственно, сетка выпускников у нас также касается России. Что мы вообще делаем? В продолжении рассказа Светланы о студенческой жизни, я хочу добавить, что студенческая жизнь не заканчивается с вашим выпуском из университетов, поскольку мы остаемся здесь, в России, мы как голландское образование, и вы, как правило, также можете остаться в России после окончания учебы. И что мы устраиваем? Мы, во-первых, поддерживаем связь между выпускниками и университетами. Мы можем также приглашать выпускников на уже упомянутые выставки, чтобы вы также делились уже своим опытом, полученным в Голландии, будь то трехлетнее образование, четырехлетнее, или потом уже даже магистратура. Вы можете участвовать в выставках, вы можете участвовать в различных мероприятиях. Некоторые из них проводятся только для наших выпускников, которые окончили голландское образование. Также на сайте, который вы видите сейчас на экране, проводятся какие-то рассылки. Также есть объявления о работе, которые касаются не только России. Мы также можем публиковать вакансии, которые есть в голландских компаниях, у которых есть представительство в России, либо только в Москве, допустим. И мы также можем уведомлять вас о том, как правильно подготовить резюме. У нас есть отдельная карьерная вкладка для того, чтобы вы понимали, как это готовится, какие бенефисы вы можете получить от этого. И также мы поддерживаем связь с вами по средствам всяких мероприятий, которые мы проводим для не только выпускников, но и для различных других заинтересованных, либо уже закончивших образование. И, в общем-то, это такая достаточно close community, которая есть не только в России, но и в других странах. Наше представительство голландского образования есть еще и в других странах. Их всего 10, помимо головного офиса, включая наш российский. Так что студенческая жизнь у нас на этом не заканчивается. Также у нас есть проект, который называется Dutch Science Talks. Он проходит чаще в Москве и в других городах России. Я его также курирую. И вы можете начать знакомиться с голландской наукой и голландскими университетами уже сейчас. Как правило, примерно раз в месяц мы проводим лекции, приглашая сюда, в Москву, либо в другие города России, лекторов из университетов голландских, либо, за редким исключением, это могут быть представители, допустим, голландского бизнеса, это могут быть писатели. И мы проводим лекции на четыре ключевые темы. Peace and justice – это все, что касается прав человека, все, что касается защиты их, собственно, этих прав. Это все касается таких тем, которые так или иначе затрагивают, может быть, даже политику в какой-то степени, и все, что с этим связано. Дальше это agriculture and food. Соответственно, это что касается, логично, агрикультуры, то, как можно культивировать различные культуры, так же, как можно, например, наладить пищевое производство. У нас грядет, в общем-то, лекция, которая с этим связана. Дальше у нас есть циклическая экономика. Циклическая экономика не совсем известна еще пока что, к сожалению, в нашей стране. Циклическая экономика подразумевает производство чего-либо и последующую переработку, то есть то, что сейчас у нас набирает большую популярность по защите окружающей среды, как не вредить среде, как не убивать планету, ей так уже плохо. И design in the future – это наша недавняя новая тема, которую мы включили в перечень наших лекций. И это подразумевает дизайн в широком смысле этого слова. То есть голландские дизайнеры известны своим инновационным подходом к тому, как планировать пространство, как его сделать наиболее эргономичным, полезным, чтобы оно выполняло те функции, которые оно задумано выполнять, и как это сделать с, опять же, максимальным комфортом для пользователей, так и для нашей природы, чтобы, опять же, ее не добить. Ну и вас, если хотите, вы можете зайти на сайт, который вы также видите на экране. Есть возможность оформить подписку на нашу рассылку. Мы присылаем только уведомления о том, когда у нас будет новая лекция, поэтому спамить мы вас не будем. Внизу странички есть как раз вот эта подписка. И если вы будете посещать эти лекции, они проходят на английском языке практически всегда без перевода. Соответственно, вы можете послушать и попрактиковать свой английский язык, улучшить его, и также узнать о науке Голландии, о том, что у нас сейчас вообще происходит в рамках заявленных четырех тем и даже больше. Итак, следите за нашими новостями. У нас есть сайт, о котором уже мы говорили. Мы делаем рассылку. Также примерно раз в месяц мы уведомляем о том, какие у нас проходят вебинары, семинары. Я немножечко откусила от темы Светланы. Она может продолжить. Мы проводим также лекции и мастер-классы, при условии, что какие-то голландские специалисты могут, например, прибыть сюда и захотеть поделиться своим опытом с вами, с нами, со всеми, с россиянами. И, естественно, мы участвуем во всяких выставках образования, которые вы, возможно, уже знаете, которые проводятся в массовом составе, это Begin, это другие выставки, например, QS. И мы также можем там рассказывать вам о голландском образовании, представлять голландские вузы. И также вы можете пообщаться там с другими голландскими вузами, помимо нас. Я передаю слово Светлане. Так, да, по поводу вебинаров у нас постоянно они, в принципе, проводятся. Буквально вчера проводился вебинар у нас по Orange или Scoreship. Также у нас в ближайшее время, вот в середине ноября, будет проведен вебинар по арт и дизайн направлениям. Если вас интересует, то, пожалуйста, подписывайтесь на рассылку, либо заходите у нас на сайте в разделе мероприятий. Можно будет зарегистрироваться. Все это бесплатно, просто сидите дома или где угодно по любому вашему техническому средству. Можете слушать наш вебинар и уже иметь представление о том, на каких программах, какие вузы, что вам предлагают. Помимо этого у нас будут вебинары также вот в этом году еще с несколькими университетами. Так что если вы заинтересованы в одном из вузов, вы можете присоединиться к вебинару и задать уже непосредственно вопросы представителям университета о своих шансах поступления, как, например, поступать с таким-то образованием, на какие программы есть, какие стипендии есть. То есть, в принципе, там уже представители вуза вам на все ответят. Также вы можете с нами связываться каждый рабочий день. Мы рады ответить на ваши вопросы. У нас есть бесплатная консультация в офисе. У нас офис на Даганке в библиотеке иностранной литературы. Вы можете по предварительной записи к нам подъехать. Мы вам все расскажем об учебе в Голландии. Вы можете взять буклеты различных университетов. Также вы можете задавать вопросы удаленно, по почте, по телефону, в различных соцсетях, в Инстаграме, где угодно. Мы везде отвечаем. Телефон у нас доступен с 2 до 6 каждый рабочий день. И почту, естественно, можете писать, когда хотите. Также у нас есть WhatsApp. Вы можете на него, опять же, звонить на этот телефон, помимо нашего городского. И можете нас фолловить в различных соцсетях, в том числе в Инстаграме. Мы тоже публикуем различную полезную информацию в учебе в Голландии. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать. Да, пожалуйста. Смотрите, если у вас есть IB, хорошо, потому что это открывает перед вами все двери. Да, повторю вопрос, действительно ли нужен IB для поступления в Голландию? Да, смотрите, после IB вы можете поступать в любой вуз, и в исследовательский университет, и в прикладной. То есть, в целом, у вас все двери в голландские вузы открыты. Одна программа бакалавриата. После обычной школы, после 11 класса, не все исследовательские вузы принимают, потому что в Голландии образование длится 12 лет, и на последних годах обучения, когда у нас в обычной школе, например, происходит разделение на физмат, эконом и так далее, то в Голландии люди уже разделяются по направлениям. То есть, кто-то изучает два последних года предметы, которые будут в прикладном вузе на их конкретной программе, а кто-то изучает исследовательские направления, и там их учат действительно писать работы исследовательские, делать различные научные какие-то там академические публикации. То есть, поскольку у нас после 11 класса дети понятия не имеют о том, как вообще писать научные публикации, какие есть методы исследования, что такое там качественный количественный анализ, то в Голландии это дети знают в школе. Поэтому исследовательские вузы на программы бакалавриата не всегда берут после школы, после IB берут, и после A-level берут. Но если вы, например, хотите поступать в прикладной университет на 4-годичный бакалавриат, то здесь проблем нет, потому что они будут брать и после 11 класса, и после IB, и, в принципе, здесь нет никаких различий. Они смотрят на потенциал студента, на его мотивацию больше. То есть, в то время как прикладные вузы смотрят на мотивацию, исследовательские смотрят на уже академический какой-то опыт и представление студента о высшем образовании. Но, опять же, это касается не всех программ. Есть вузы исследовательские, которые могут вас принять на программы, например, бизнес-экономики, при условии сдачи внутренних экзаменов по математике, либо если вы издаете GMAT, либо GRI. Некоторые вузы готовы принять, если вы круглоотличник, то есть если у вас там балл от 4,5 или 5 по пятибалльной системе, то вузы тоже могут вас принять. Но, опять же, не все. Там буквально пара голландских и исследовательских вузов. Вот. Так что, в принципе, нужно вам IB или нет, решайте самостоятельно. Я бы вам посоветовала заранее посмотреть требования к поступающим на конкретную программу, которая вам нравится, и уже понять, хотите или нет. Ну, смотрите, Delft – это самый крутой технический вуз в Голландии, самый старый, самый известный. Вот. И, в принципе, поскольку он достаточно престижный, даже не достаточно, а действительно престижный, поэтому у них действительно большие требования к поступающим, и после школы они вряд ли примут просто так. То есть обязательно нужно будет либо пройти какой-то год подготовки, и вот 11 класса результатов в ЕГЭ будет недостаточно, потому что голландские вузы не смотрят, по сути, на ЕГЭ, они смотрят на итоговые оценки в аттестате. Вот. На ваш средний балл и на вашу готовность обучаться. В принципе, Delft, поскольку это технический вуз, и он исследовательский, они действительно ожидают от студента, что он даже за эти 3 года бакалавриата в исследовательском вузе уже будет фундаментальными какими-то исследованиями заниматься, тем более, если речь идет о конкретном физике. Да, если они, например, принимают с внутренними экзаменами, то лучше ознакомиться действительно, какие у них требования к предыдущему аттестату либо диплома, потому что чаще всего требуется 11 лет школы и год, например, бакалавриата по смежной специальности, например, в российском бакалавриате. То есть вы после школы, даже если университет не принимает непосредственно напрямую после школы, можете поступить в российский вуз, отучиться год бакалавриата, взять справку с вашими оценками, с вашими предметами и вот с этим уже бэкграундом поступать в вуз. То есть здесь каких-то проблем нет. Публикации, да, очень помогают. Если это исследовательский университет, естественно, вы свои публикации докажете, что вы знаете, как писать публикации, что вы умеете анализировать, что вы перед тем, как написать публикацию, уже действительно провели анализ, либо качественный, либо количественный. Здесь уже зависит от публикации, но, да, это будет цениться. То есть обязательно, если у вас есть они, указывайте их в своем резюме при подаче документов в вуз. Да? Второй вопрос. Нужны ли 12 лет образования и возраст влияет или нет, если у вас 17 лет? Возраст не влияет. В Голландию берут с любого, в принципе, возраста. Не обязательно с 18 лет. Вам может быть и 17, и 16. 12 лет, ну, в принципе, желательно. Если у вас есть такая возможность закончить, опять же, 12 лет, то это будет ваше законченное образование, опять же, по такой, скажем, голландской системе. То есть их это устроит, если вы уже с этим образованием будете поступать. Возраст не влияет, нет никаких ограничений. То есть вы можете там и в 45 лет, и в 50 поступать, и в 17. Вот. Здесь уже речь идет о том, как университет будет рассматривать ваш конкретный диплом, ваш конкретный аттестат, потому что у каждой приемной комиссии свои требования. И бывает, что студенты даже там после бакалавриата поступают на магистратуру по такой же специальности. Один университет их берет, а другой говорит, нет, недостаточно, например, опыта или знаний. Так что здесь все настолько индивидуально, что если у вас есть какие-то сомнения, например, информации на сайте в описании программы такой нет, то обязательно связывайтесь с представителями вуза, потому что у каждой программы есть координатор, и обычно контакты этого координатора указаны прямо на сайте программы. Этот координатор действительно существует, он отвечает на вопросы, и даже можно вот в онлайн-режиме, там, не выходя с сайта, можно ему задать. Либо указана почта, по которой также можно связаться. Так что лучше заранее проверить, подходит ли ваше предыдущее образование, и можете ли вы поступать на конкретную программу. Так, да, еще вопрос? Про foundation. Смотрите, foundation чаще всего в Голландии организуются либо вузами, либо учебными центрами, у которых есть контракт с университетами, и foundation программы чаще всего это либо технические направления инженерные, либо бизнес-экономика. То есть по другим, например, по гуманитарным направлениям, но я лично не встречала foundation, и на, например, арт-дизайне тоже foundation никогда не видела. Чаще всего, если вуз не принимает, например, с аттестатом после 11 класса, то 12 лет образования его устроят, либо устроят аттестат и плюс год буклавриата. На foundation поступают чаще всего либо, если у студента, например, не дотягивает IELTS, потому что на foundation, например, достаточно там IELTS 5.5, в то время как на бакалавриат IELTS от 6, на некоторые программы даже 6.5 требует вуза. Это одна позиция, да, то есть, например, у вас слабый английский. Второе условие, что, например, студент действительно отучился там, получил аттестат, отучился 11 лет, но этих 11 лет недостаточно, например, для какой-то программы исследовательского вуза, и тогда вуз, да, может предложить вам программу foundation, вы ее пройдете, вот этот год подучите и язык, и предмет, которые у вас в дальнейшем будут в бакалавриате, и университет вас уже примет в свои ряды студентов-бакалавров. Вот, в принципе, нужна ли вам конкретно программа foundation? Лучше посмотреть требования. Если вы полностью под них подходите, то, вот именно для поступления в бакалавриат, то foundation вам тогда не нужен. Для гуманитарных, в принципе, если они есть, то это сугубо на сайте университета в программе бакалавриата будет прописано, что есть возможность пройти. Чаще всего их нет. То есть, чаще всего это, ну, если гуманитарные, то, например, междисциплинарные, типа как ППЛИ, то есть там политика, ло и экономикс, то есть вот такие программы. Да, но если у вас, например, какой-то там сугубо, не знаю, там, политология или там международные отношения, то, ну, вряд ли по таким программам есть foundation. Да, если вы, например, поступаете после 11 класса, то вы можете в России отучиться год бакалавриата, то есть не обязательно в Голландии его учить. Вы можете в России поступить, опять же, например, на бюджетное отделение, отучиться год, взять справку с оценками, что вы прошли этот год, и уже все эти документы подавать в Голландский вуз. Есть ли еще какие-то вопросы? Так, ну, если вопросов нет, то вот вы можете с нами связаться, когда они у вас появятся. Спасибо вам за внимание. Да, точно, все же пришли. Теперь можно викторину провести, поскольку я уже достаточно много рассказала вам про образование в Голландии. Так, сейчас. Пам-пам-пам-пам. Вот, давайте начнем с этого. Что вы знаете о Нидерландах? Не расходитесь, у вас есть возможность выиграть кломбики. Да, действительно. Смотрите, первый вопрос у нас в столице Нидерландов, достаточно простой. Кто был первый? Кто был первый? Да, нужно выкрикнуть. Официальный язык в Голландии какой? Так, хорошо. И последний вопрос. Голландия – это монархия или республика? Девушка была, вроде бы. Да, в целом да. То есть, если будете в Голландии, не нужно кричать, что вы не согласны с, например, монархической системой. Да, в Голландии монархия. И вот как раз у нас правители в Нидерландах. Король, королева Вильям Александр и его жена Максима, которая родом из Латинской Америки, из Аргентины. Вот, такие вот они у нас красивые. Так что, в принципе, когда будете в Голландии, побывайте обязательно в Амстердаме, на площади Дам, там есть Королевский дворец. В Калаге побывайте, где находится как раз вся политическая жизнь. Вот, так что спасибо за внимание. Если будут какие-то у вас вопросы,